Огненные выходные. Сразу четыре дома на соседних улицах подожгли в Канавинском районе. Возгорания случились с разницей буквально в час. Сначала загорелись два расселенных деревянных дома на улице Витебской. Огонь был такой, что жар от него чувствовали жители соседних многоэтажек. Его огонь просто изнутри пожирает. Это ужасно, ребята, это ужасно. Тут так жарко стало, на самом деле, как будто я около костра нахожусь. Хотя между нами, ну сколько тут, метров 50 минимум. Мы уже увидели, когда пламя уже такое и шифер лопался. Потом пламя прям доходило почти до девятого этажа. У меня окна нагрелись. Этот горел, потом через час где-то вот соседний загорелся. Подожгли, скорее всего. Прошло почти 45 минут с того момента, как начали тушить дом. А они вот только, наверное, заканчивают. Все равно, они все равно еще тушат. Там вода из шлангов идет. Но уже огня сверху хотя бы не видно. Долго гасили, гасили тщательно. Потом мы буквально, ну может быть через час, когда уже уехали, через час загорелся второй дом. Снова пожар. Второй дом горит. Специально нам деревянные дома поджигают. Второй день подряд, считай. Ну это явно, что поджигали. Наверное, с месяц уже там никто не жил. Дома вычленные, их надо сносить. Если бы какая-нибудь искра попала от первого дома туда, да, то все равно как-то с каком-то участком какие-то горели там. Дым бы шел и все такое, да. А это вот, понимаете, как будто, ну может быть, я просто, как будто бензином вот так вот облили. И весь вот этот квадрат огнем горел. Такой был страшный огонь. Такой суббот страстной поджигать дома, пускай даже они пустые. Это, по крайней мере, это кощунство. А вот на улице Чкалово последствия были более плачевными. Там загорелся жилой частный дом. Огонь распространялся так быстро, что жители едва успели спастись. А все имущество сгорело. Я сидела, вот где окно открытое с рамками, там на зал. Я сидела, посмотрела в окно и дым валил. Здесь сараи были брошены. И хлопки. В сарае были регулярные хлопки. Я не знаю, что это такое, но тем не менее. Это странно, потому что все, что можно было вынести, вынесли 6 лет назад из этих сараев. И вот выделили просто одежду. Я в этой одежде вышла, вот в это пальто. У меня больше ничего нет. Разгорание, видите, интенсивно шло отсюда. Потому что комнаты, наши, мы пообещали, они уже просто залиты. Просто залиты пожарными. Ну вот все, это наша жизнь вся. Поспели что-то вынести? Нет. Нет. У нас даже кот погиб там. Даже у меня в истерике я налила ведро воды, и я поняла, что просто из-за киплани не по всей стене сарая. Все. Там уже бесполезно, только спасайся сама. Обратили внимание на треск шифера, потом пожар. Так это активно начался, по ощущениям, что поджог. Это уже какие-то интересы, просто так, такие вещи не бывают. Сотрудник полиции, который находился здесь в то время пожара, мне позвонил, сказал, что поджоги с интервью в полчаса были. На Витебской соседний был поджог, дом двухэтажный, расселенный. Потом через полчаса у нас поджог. И момент тушения, когда закончили, через еще полчаса после окончания тушения, еще поджоги опять на Витебской двухэтажный дом. Три поджога в течение полутора часов в Канавинской районе. Ну, не поджога, а возгорание, скажем так, домов. Это как-то интересная ситуация сложилась. В администрации Канавинского района заявили, что в общей сложности сгорели четыре дома. Один ожидал расселения, остальные были уже нежилые. Они и так, и так в скором времени ожидали сноса, но стихия опередила. Эти дома, да, были признаны аварийными. Два дома не расселены, два дома расселены. Расследованием занимается пожарный надзор. Что вы сами думаете, возможно возгорание четырех домов сразу, одновременно, интервалом? Ну, извините, мы можем думать все, что угодно. Занимается, еще раз говорю, расследованием. А вот, позже надзор. Те два дома, которые расселены, они находятся на участке, значит, который был инвестсоветом, предоставлен инвестору, соответственно, он их будет сносить. Он бы их и так сносил. Просто ожидали, когда произойдет выселение третьего дома, они все стоят в ряд. Поэтому, да, конечно, будет снос. Продолжение следует.